Доброго времени суток! Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Кажется, меня сейчас смоет в этот залив. Видите, какая сегодня у нас здесь стихия. Дождь начинается. Сейчас надо мне успеть для вас снять. Море бушует. Сейчас 12 градусов тепла. Сегодня четверг. Ветер. Надеюсь, меня слышно. Два дня здесь был дождь во Владивостоке. Поэтому я съемочки отложила. И чтобы сегодня поснимать, надо успеть до дождя. Я оделась хорошо. Чего и вам желаю, кто собирается на улицу во Владивостоке. Одевайтесь. Берите зонтики. Видите, как здесь. Конец сентября. Такая погода. Пока с вами не виделись, новости произошли. Все уже слышали о том, что было в Перми. Новый стрелок, первокурсник Пермского университета. С оружием зашел в здание университета. И уже, конечно, вы слышали, что есть там погибшие. Сейчас будут разбираться в причине, почему это произошло. Это совершил первокурсник. Ему бы жить и жить. Вот и лишил жизни еще несколько молодых девушек и парней, студентов. И, кстати, вот судьба злодейка. Одна из девушек уже окончила университет. И приехала за дипломом. Так как раньше не могла его получить. Вот надо же именно в этот день и сейчас ей оказаться на том месте. Вот и она погибла. Конечно, приносим соболезнования родным, близким. Огромная потеря. Невосполнимая. Что поделаешь. Вот уже произошло. Ну, надо делать выводы. Почему это происходит в таком юном возрасте, когда только жизнь начинается, опыта набираешься. Откуда вот это все? Что на него повлияло? Почему? Лишил жизни. И парни, и девушек. В общем, очень все печально. И как, если за новостями наблюдаете, уже, конечно, слышали, что его обезвредили с выстрелом в ногу. Вот. И сейчас он лишился левой ноги. Ему ампутировали. Горе большое для мамы. Отец с ними уже давно не живет. Тоже его разыскали. Я видела там интервью. Вот так вот. Там, по-моему, шесть погибших. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, почему так происходит. Как это прекратить? Что надо делать? Мое мнение, что надо в садике уже, в школе на эту тему рассуждать. К чему это все приводит? И что надо, чтобы предмет такой был, чтобы рассказывали о ценностях жизни. о том, для чего мы в нее пришли, и что не надо отбирать у другого человека, у родственников этого человека жизнь. Вот как-то так. не жилось. Вот. И сейчас он, кстати, в тяжелом состоянии находится. Этот Тимур его зовут. Себе жизнь всю искалечил своим родственникам, маме, и забрал молодые жизни. Вот так вот. Главное сегодня хорошо одеться, если вы ходите на улицу, потому что посмотрите, что творится. если я сейчас в ту сторону пойду, то меня, наверное, будет сдувать. Мощь усиливается. У меня зонтик есть, но не очень удобно носить все в руках. У меня здесь еще сумка. полюбуйтесь природой. Жизнь продолжается. вашим родным и близким я желаю долгих лет жизни, здоровья, чтобы она была счастливой, чтобы ее у вас никто не забрал. всех благ.